Ароматное масло чтобы ни капли воды на них не было. Тогда они будут пригодны для масла. Начинаю готовить первое масло. Я буду использовать перчик чили. Он у меня свежий, но он два дня полежал у меня в кухне в блюдце и немного он подвял. Сейчас я два перчика разрежу. Остальной перец положу целый. К перцу я добавляю несколько штук гвоздик и тмин. Семена я немного раздавлю в ступке, чтобы они дали аромат. Сейчас приготовим сразу заправку для второго масла. Мне нужен чеснок. Масло у меня будет чесночное. Чеснок отправляю в бутылку и добавляю цедру лимона. Из половины лимона я нарежу цедру хлопьями. Заливаю разогретым подсолнечным маслом до температуры 85 градусов. Масло должно быть без запаха. Масло горячее. Будьте очень осторожны. Следующий рецепт нам нужен розмарин веточки. И несколько листьев очень хорошо разомнем. И также добавим в бутылку. Сейчас нужно добавить немного хлопьев цедры лимона. Обрезаем овощерезкой очень тонко. И добавляем несколько горошин перца. Перец я добавляю ассорти. Также заливаем горячим маслом 85 градусов по Цельсию. Следующий рецепт мне нужна мята. Я обрываю листья мяты. Также мне нужен апельсин. С апельсина я снимаю цедру спиралью. Добавляю сюда немного по вкусу красного перца хлопьями. Заполняю следующую бутылку. Веточку тимьяна. Веточку шалфея. И также обрываю листики шалфея. И добавляю отдельно листьев тимьяна. Сейчас мне нужны семена кориандра. В ступку и немного раздавлю, чтобы пошел аромат. Масло Вот такие получились ароматные масла. Комбинировать можете по-любому. В чесночное масло я также еще добавила одну веточку базилика. Масло должно настаиваться 2-3 недели. Его нужно попробовать. Если вам по вкусу подойдет, значит можно его процедить и обратно перелить в бутылочку. Когда масло настоится, вы его процедили, его можно хранить в холодильнике. Оно будет храниться продолжительное время, пока вы его израсходуете. Эти масла идеально подходят для салатов, для мясных блюд, для рыбных блюд, также для заправки супов и очень вкусно для молодого картофеля. Если вы отварите его и просто добавите любое ароматное масло и посыпите свежим укропом, будет очень вкусно. И еще хочу такой небольшой, маленький совет дать. Если вы приготовите вот такое масло и подарите презент хозяйке, когда вы идете в гости, я думаю, хозяйка будет в восторге от этого презента. Это замечательный подарок, неожиданный и необычный сюрприз. Готовьте с удовольствием для себя и радуйте своих близких и друзей вот такими небольшими подарками. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых вкусных и полезных рецептов!